Житель Тарумовского района оборудовал в машине тайник для провоза браконьерской осетрины. Сотрудники МВД задержали злоумышленника, который пытался провести незаконно пойманную рыбу. В тайнике оказалось более одной тонны осетрины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Дагестане. 823 человека за сутки. По данным оперштаба, на 4 февраля в регионе зафиксировано более 75 тысяч подтвержденных положительных результатов заболевания ковидом. За последние сутки госпитализировали более 250 инфицированных. 516 выздоровело. 200 миллионов рублей потратит Дагестан на реализацию проекта «100 школ». Как сообщает Минэкономразвитие, уже сейчас муниципалитеты республики могут подавать заявки. Отметим, что за 4 года работы проекта было отремонтировано 575 школ на сумму более 800 миллионов рублей. Помимо госфинансирования, на ремонт учебных заведений также привлекаются средства частных инвесторов и меценатов. Уголовные дела в республике за прошлый год нанесли ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей. Причем следователи наложили аресты на имущество в сумме более 400 миллионов рублей, тем самым частично возместив ущерб. Еще остались расследуемые дела на 600 миллионов рублей. Как было отмечено, всего следователи передали в суды более тысячи материалов по уголовным делам.